девочки всем привет меня зовут елена и вы на вязальном канале сегодня прям буквально вот сейчас меня осенила одна мысль модно сейчас слово челлендж 24 часа захотела я снять на своем канале что же я успеваю за 24 часа потому что мне даже самой интересно сколько у меня вяжется так как я вижу в течение дня по несколько там минут например там либо часов когда как получается да я решила для себя посмотреть сколько я успеваю извязывать конкретно за сутки сейчас у меня в процессе вот такая вот футболочка на кольцах на плечах то такая вот интересная вот я как раз сейчас лицевая гладь у меня идет и ничего тут сложного и наверное скучно стало мне вязать я сидела размышляла и решила что наверное сделаю такой себе я челлендж вижу есть пряжи из пряжи газал baby cotton 50 грамм 165 метров и цвет это у нас вот не знаю где смотреть цвет потому что наверно вот здесь вот где-то так этикеточка я потом открою наверное посмотрю 34 35 наверно это будет цвет скорее всего так так да наверное потому что больше никаких обозначений нет в общем вижу есть такой пряжи приготовила себе маркер даже сейчас поставлю маркер сколько я начну вернее начну и сколько я успею я не буду сидеть конкретно 24 часа вязать да у меня просто так не получится потому что есть и другие дела никто их не отменял эти дела домашние да вот я просто себе поставлю сейчас секундомер и буду засекать сколько я свяжу в течение суток возможно это будет не только это изделие что-то я может быть другой еще включу и буду тихонечко повязывать я еще пока сама не знаю что получится но это вот как бы первое видео которое будет у меня ну как бы я буду монтировать получается первое вступительное видео приглашение вас на мой челлендж по вязанию девочки кому интересно смотрите пожалуйста кому интересно также присоединяйтесь мне тоже будет интересно посмотреть я свое время наблюдала за несколькими девочками на ютубе подобные видео мне очень понравилось и все таки потом начинаешь оценивать действительно как сколько ты работаешь и как в общем распределяется твой день сколько ты вообще всего успеваешь за сутки и так в общем сейчас поставлю маркер и буду продолжать и так маркер я поставила но я поставила его с изнанки потому что чтобы петелька как бы не тянулась не деформировалась и пусть он стоит у меня с изнанки разница я думаю что никакой я сама себе знаю где я начала и в общем приступаю сейчас я ставлю секундомер и буду продолжать работать все девочки до следующего включения итак мое промежуточное подключение сколько я смогла связать за один час в общем сделала я маркер на обратной стороне сейчас я переверну изделие чтобы удобно было видно и вот тут у меня стоит маркер красного цвета и скрадывают его вот столько я провязала за один час но это у меня была лицевая гладь поэтому вязать ее не сложно и честно говоря я даже засыпала практически потому что ну лицевая гладь вот она вот вот где маркер вот отсюда значит у меня вот он идет видно вот столько я провязала лицевая гладь вяжется как бы не то чтобы она меня успокаивает усыпляет и я много тегов успела пересмотреть так посторонний шум за кадром извиняюсь по-другому никак так сейчас пробегут я много тегов успела посмотреть за это время усмотрю я теги в основном в ускоренном режиме на как бы видео девочек которых я уже знаю как у них голос как бы там в общем не отвлекли как всегда и что я говорила уже даже забыла так что-то я говорила про про что забыла сейчас вспомню а и девочек я смотрю обычно в ускоренном режиме если я уже с ними знакомый голос их знаю да я просматриваю видео в ускоренном режиме в два раза быстрее и поэтому даже иногда сама начинаю говорить быстрее замечаю за собой и больше могу просмотреть это тоже важно таким образом я и сама смогу могу просмотреть больше да больше видео и в общем и как бы новостей больше знаю про девочек все до следующего включения и так я продолжаю свой 20-часовой челлендж что же я свяжу выбрала сейчас для работы вот такой материал потому что мне нужно вязать из остаточков пряжи и подключусь покажу что же у меня происходит в течение дня все до следующего включения итак продолжаю я свой челлендж сегодня мне удалось вот что связать вчера я вязала и как бы маленечко подустала от спиц решила на крючок переключиться и вот что связала я посмотрела эту идею на одном очень хорошем канале как бы на мой взгляд да замечательный канал я оставлю ссылочку если что под видео это анаид вязание от анаид по моему называется не помню точно подпишу в инфобоксе как точно называется в одном из ее видео я увидела как она утилизирует свои остаточки пол импровизации узора как бы сочетание цветов так как мне хотелось вот и новая подставочка у нас под карандаши появилась с катюшей так как мы очень любим катюша очень любит рисовать карандашиками карандаши у нас много и как бы есть нее подставочки но они уже под надоели в общем вот в этой вот очень приятно хранить что-то карандаши и вдохновляться глядя на такую красоту правда я думаю что еще чем-нибудь может быть мы украсим какими-то либо стразиками либо еще что-то я посмотрю это еще не окончательно наверное результат и до следующего включения и так продолжение моего челленджа сейчас только довязала подставку под хранение карандашей и отдохнула маленько от спиц снова могу взяться за спицы вчера вот сколько я продвинула это вот мое вчерашнее продвижение связала я уже набрала петельки на плечи до получается и не хотела ничего вывязывать потому что думала лицевой гладь быстрее как бы и вязать и но не хотелось думать ничего но решила что нет я могу перевязать либо там что-то считать каждый раз неудобно для того чтобы считать не вот эти вот сколько вязать высоту плеча сам плеча до самого вот этого места получается я решила все таки поставить небольшой небольшие узорчики какие я вязала снизу у меня на первой как бы полочки получается не знаю будет перед либо спинка определю когда уже свяжу и сделаю либо можно двухсторонний его сделать да будет этот топ на кольцах в общем у меня связано шесть вот таких вот раппортов вот этот вот один раппорт высоту до 6 таких раппортов я начала уже третий раппорт получается еще три мне нужно будет догнать и только из-за того чтобы не считать несколько еще вязать сколько вывязывать я и начала делать вот такие вот небольшие добавление сюда узора он будет не такой широкий как на первым на первой половинке до изделия но я просто как бы такой его по одной по одному раппорту добавляю с каждой стороны там я добавляла по три раппорта а здесь по одному тоже думаю чтобы от такой сим симпатичный треугольный треугольная ставочка рисуночка в данный в данный проект проект вот такой клубочек у меня остался я не знаю это наверное у меня третий уже моток я не как бы не помню взвешивать потом буду до либо по остаточкам считать сколько у меня была упаковка и посмотрю сейчас немножко передохну так и буду продолжать по моему я делала скрин семь часов чем-то я уже не помню сколько я уже вижу в общей сложности результатом принципе я довольна но на крючок вот у меня я вязала баночку вот эту дам подставку под под карандаши очень долго я вязала потому что тут вязала я в две нити и вязала я крючком два с половиной получается очень туго и пальчики даже заболели скорость от этого была маленькая а вот эту вот по кругу как бы красивую такую вот штучку я вязала наверное около получаса больше даже один ряд потому что тут три столбика с общей вершиной между ними одна один столбик с накидом очень туго вязалась очень долго вязалась еще при этом я видите надо было маленечко как бы сократить здесь еще раз обвязывала потом вот просто соединительными столбиками это был мой последний ряд и вязалась это честно говоря у меня очень долго даже пальчика не имел большой пальчик на правой руке крючок которым я держала да и до сих пор он у меня как бы частично не чувствует но это не беда отойдет вот много времени занял конечно мне вот так этот узор хоть он и простой просто столбики с накидом но еще раз повторюсь ниточка в два сложения было и как бы вязать было туговато крючок маленечко тоже расхлябался мой одни крючочек начал поскрипывать я даже потом поменяла в конце когда вот уже продевала вот эту вот диземочку продевала уже другим крючком жалко было сломается например тут я делала отверстие их просто не видно но тут я через одну петельку делала столбик без накида воздушные столбик без накида через одну петлю чтобы можно было продевать вот как раз таки эту вот эти семочку всего до следующего включения и так у меня очередное включение моего челленджа посмотрела сейчас на секундомере у меня 11 часов почти 1 минута была в общем что я связала довязала я вторую полочку своего своей тунички такой вот на кольцах нашла кольца какие буду я использовать здесь диаметр 38 и 28 буду обвязывать сейчас буду соединять две да багдаша буду соединять двери буду соединять кольцами вот эти вот плечевые швы по бокам все сшивать и покажу что у меня выйдет также включу это в секундомер потому что это также работа вязальщицы за кадром посторонние шумы я помощник тут ребенок маленький все до следующего включения небольшое включение у меня так небольшое включение вот вот на какой стадии у меня связаны носочки для себя продолжаю я челлендж 24 часа вязания и здесь у меня довязана резинка дальше продолжаю вязать носочек отмечаюсь потому что хочу хочу посидеть помедитировать до следующего включения очередное включение также в мой челлендж входит не только вязание а вот такой вот вид рукоделия мне очень нравится делать бантики поступил заказ у меня дочечки сделать бантики и будем мы с ней вытворять да катюша да я дожи я дожи я дожи я дожи я уже налезала на катюша помогала тут мне делать вот мама не успела сесть а я уже все сделала так позже результат и вот наш промежуточный результат результатом я больше чем довольна катюша сама выбирала ниточки ой ниточки говорю ленточки сама выбирала декор да катюша маша привет катя тебе нравится да явится такие красивые бантики мама только что сделал очень долго сейчас они немножко подсохнут потому что клеили клеем пистолетом и мы попробуем их примерить конечно же все это завтра я очень довольна класс это все равно не боится только обидно Продолжение следует... 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 Продолжение следует...